Всем привет! В этом видео я расскажу, как легко и очень просто можно провести детокс у себя дома. Если вас интересует очищение своего организма без каких-то сильных заморочек, а без чего самое главное побочек, то можете просто прислушиваться к моим советам, применяя их, добиться классного результата даже за первые 7 дней. И бонусом я еще вам расскажу о нескольких ошибках, которые совершают люди, и вы, возможно, даже о них и не догадываетесь. Итак, вы на канале Эфир Оля, и с вами Оля Борзенкова, консультант по здоровому образу жизни и эксперт в области применения эфирных масел. Основная задача детокса заключается в том, чтобы помочь своему организму очистить систему выделения и разгрузить его от накопившихся в нем токсинов. Тема детокса сейчас очень популярна, и ясно почему. Потому что все уже хотят почувствовать ту легкость, ту энергичность, о которых рассказывают в телепередачах, очень много разных блогеров, которые обращают на эту тему. И я сама 4 года назад также загорелась идеей детокса, чтобы очиститься и выйти на новый уровень своего здоровья. В течение всего 7 дней попробуйте выполнять рекомендации, о которых я скажу ниже, и ваше тело вам обязательно скажет спасибо. Итак, совет номер 1. Пить воду. Возможно, уже звучит банально, избито. Как оказывается, не все люди вообще, зная об этом, делают это. Поэтому моей главной задачей является напомнить вам о важности пить воду. Причиной накопления шлаков, токсинов и перегрузки наших систем является переедание. И вот если мы будем в течение дня выпивать по стакану воды перед каждым призомом пищи, это позволит нам сократить порцию нашего привычного обеда, завтрака или ужина. Также второй момент, почему необходимо просто, просто необходимо пить воду во время детокса, это потому что вода является как транспорт в нашем теле для того, чтобы выводить шлаки, токсины через органы выделения. Если мы не будем пить воду, то все токсины не смогут просто выводиться через органы выделения. И тогда всю эту нагрузку на себя возьмет кожа. Я думаю, вы встречались с такой побочной реакцией во время детокса, как высыпание, какие-то прощи, какие-то угри. И это возможно потому, что вода не пилась в нужном количестве. Второй важный совет, это добавить в свой рацион свежие, живые овощи, листья, салат, любую всевозможную зелень, которая вам нравится. И петрушка, и укроп, рукава, сельдерей. В общем, экспериментируйте, выбирайте любые разные кустики, которые вам приглянутся, а также на вкус будут очень приятны. И часть салата, которая должна занимать на вашем столе место, это примерно 50%. Когда вы попили воду, потом съели миску салата, у вас уже не будет такого огненного желания что-то быстро набить себе в живот. И вы уже можете приступить к тому, чтобы насыстить дальше свой организм полезными белками, углеводами и жирами. И третий пункт моих рекомендаций, это то, что необходимо будет убрать нам на время детокса. Конечно же, все газированные напитки, любые энергетики, лимонады и всякую сладкую воду мы убираем. А также убираем из рациона такие быстрые углеводы, как всякие булочки, тортики, пироженки. Все, что содержит большое количество сахара, трансжиров. Это мы тоже убираем на время прохождения детокса. Также необходимо будет убрать тяжелые продукты, которые долго нашим организмом перевариваются. Это красное мясо, говядину и свинину мы тоже убираем. Желательно, конечно, остаться только на море продуктов. Ну и в целом, я думаю, у каждого сейчас, кто услышал слово убрать и перечень ряда продуктов, изникает вопрос, а что же вообще есть на время этого детокса? Чтобы не затягивать это видео, я закреплю ссылку в описании ролика, где вы можете пройти и скачать себе файл с доступными продуктами на время прохождения детокса. Все, что вам нужно будет сделать, это найти в описании, кликнуть на легкий детокс и применять его к себе. Ну и бонусом этого видео, это, конечно, ошибки. А какие ошибки мы можем допустить прямо вот на первых порах нашего детокса? Первое, это запретить себе абсолютно все. Просто сказать себе, нет, все, тебе нельзя ничего больше есть, ты и так слишком толстая, слишком жирная, все, лишаю тебя всего и навсегда. Вот в таком настроении неизбежно будет сильное напряжение в психике, что неизбежно приведет к срыву. И вот вы уже себя обнаруживаете, как жадно поедаете свое любимое блюдо с тоской, с чувством вины, с чувством угрозения совести и с тем, что вы опять провалили свою миссию по здоровому и красивому телу. Ошибка номер два. Это ставить себе какие-то заоблачные и нереальные цели. Например, похудеть на 25 килограмм за 7 дней. Ну, давайте будем реалистами. Если мы в течение, ну, допустим, осознанной жизни, да, в 20 лет, если нам там 35, набирали в свое тело, забегая в фастфуды, покупая полуфабрикаты, схватывая на лету какие-то батончики, если мы всем этим занимались в течение большого количества времени, но как-то странно рассчитывать на то, что наше тело за 7 дней сможет вывести весь этот мусор. Поэтому не надо ставить себе какие-то заоблачные цели. Если вы полюбовно, с договоренностью с собой подойдете к решению проблемы по очищению своего тела, оно вам скажет спасибо. И ошибка номер 3 – это заменить воду на чай или сок или какой-нибудь коктейль. Это полнейшее заблуждение. Я уже говорила в начале, что вода – это транспорт для вывода шлаков и токсин. Поэтому ни в коем случае не заменяем воду на какие-то другие жидкости. Тем более, еще один такой секрет, что на каждый стакан чая нужно выпить 2 стакана воды, потому что он выводит воду и обезвоживает наш организм. Избегая этих ошибок и исполняя рекомендации из тех советов, что я давала выше, вы можете качественно за 7 дней исправить свое состояние. Появится легкость, появится энергичность, легче будет просыпаться с утра, а отражение в зеркале начнет меняться, и ваши формы будут вам нравиться. И еще раз подчеркну тот факт, что все эти действия очень просты и легки в использовании. Просто внедряйте в свою обычную жизнь и делайте. Ну а тем, кому нужна поддержка на этом пути, у кого возникнет много вопросов, вы можете присоединиться к моему потопу. Каждый год, а точнее 2 раза в год, я провожу детокс-программу для всех людей, кто хочет почистить свой организм грамотно, без побочек. В общем потоке тех же людей-единомышленников, которым с этой минуты стала важна чистота, красота своего тела. На моем курсе по детоксу вы также сможете узнать еще больше советов о питании, и конечно же поддержка от наставника. Я лично буду курировать этим курсом и помогать каждой начать формировать правильные привычки к себе и к еде. Ни для кого не секрет, что за 21 день формируются новые привычки, новые убеждения, поэтому мой марафон длится как раз 21 день. Поэтому, если у вас возникло яркое желание поменять свою жизнь и в новых формах, в новом теле зайти в весну, присоединяйтесь к моему курсу, который начнется с 1 апреля. Для записи на него вам нужно будет найти также в описании к этому ролику ссылочку «Отчернокурс». И в заключение хочу добавить, что самые великие дела всегда начинаются с чистоты, ведь чтобы что-то новое впустить, нужно от старого освободиться. Субтитры создавал DimaTorzok